Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома, 93,9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот», в студии Михаил Губин. Водим Родионов. И звукорежиссёр Евгений Копеин нам сегодня помогает. А говорить мы сегодня будем о роли Леонида Ильича Брежнева в истории Латвии, ну и, может быть, в истории всего мира. Да, да, да. В принципе, как отразилось, и известно, что Леонид Ильич никогда Латвию не посещал, во всяком случае, официально, но, тем не менее, что-то его всё-таки с нашей страной связывало. Вот попробуем сегодня выяснить, что именно. Ну, вот если вы послушали интервью с внуком Брежнева, Андреем, вы видели, как он тоже довольно высоко оценивает роль своего дедушки в истории. И с ним согласны большинство россиян, которые, как вы знаете, недавно был проведён опрос «Левада-центр» лучшим советским лидером. Россияне считают Леонида Брежнева. Вот, и это, в крайней мере, на втором месте. В общем, Николай II, Владимир Леонид, Иосиф Сталин, Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, но Леонид Брежнев в этом первом. На этом первом месте. И, кроме того, появилось сведения, что вот к дню рождения Брежнева, 15 декабря, на посаде дома по Кутузовскому проспекту в Москве, где он жил, будет установлена мемориальная доска, которая там когда-то была, которую торжественно сняли в 90-х годах. Причём у одного моего родственника, который присутствовал, у него даже остался гвоздь от этой доски, который был припит, который он хранит, даже мне показывал, не знаю, вряд ли. Такой гвоздь счастья, да? Да, вряд ли он над гвоздью нет. Но, тем не менее, депутат Хинштейн Государственной Думы выступил с мнением, что вот такую доску нужно обратно восстановить, собирать на эти деньги, он, я думаю, что восстановит. И у нас, кстати, в Латвии есть такой историк Юрий Павлович, автор книги «Повседневная жизнь советской Латвии», который в интервью на радиополком где-то вот в начале лета сказал, что золотая эпоха в истории Латвии – это вовсе не времена Карлиса Уманиса, а это времена Брежнева. Он сказал, что довольно старый больной человек Леонид Ильич Брежнев создал систему, в которой ему было хорошо, не только ему или другим, и его шкурный интерес сыграл на руку всем. Сказал Павлович, именно в этот период начали строить квартиры, зарплаты достигли пророчного минимума, люди перестали недоедать, заработала распределительная система. И вот он как бы считает, что вот это именно золотой век истории Латвии. Ну, сейчас с участием можно услышать такую оценку, что времена застоя на самом деле были временами стабильности. Вот попробуем, собственно, в этом разобраться. Я представлю наших гостей. У нас сегодня историк Дайна Блэйр. Здравствуйте. Здравствуйте. И журналист Юрий Алексеев. Добрый день. Здравствуйте. Дайна, давайте, наверное, начнем с вас. Как оцениваете брежневские времена для Латвии? Что это было за время? Ну, в принципе, Латвия развивалась по тому же сценарию, что и весь Советский Союз в брежневские времена. И, конечно, в брежневские времена, на самом деле, это слово стабильность очень хорошо характеризует это время, потому что, собственно говоря, его цель была добиться стабильности кадров, стабильности, стабильного роста, стабильного международного положения. Но, с другой стороны, напрашивается такой вопрос. Если все было так хорошо, и сейчас такая ностальгия, во всяком случае, в России по брежневским временам, то нужно задать вопрос, а почему все это так быстро развалилось, всего через несколько лет после его смерти? А почему, на ваш взгляд? То есть, собственно говоря, потому что в этой стабильности уже само по себе было скрыто распад, разложение модели, советской модели советского строя. То есть, все держалось на личности Леонида Брежнева, вы считаете, вот эту стабильность? Нет, не на личности, дело даже не в личности было. Конечно, он обеспечил некоторую стабильность. Но в этой стабильности было что? Несменяемость кадров. Мы знаем геронтократии, не только политбюрены, но и в других местах. Но способствовало развитию определенных областей медицины зато. Ну да. Экономика сильно затормаживалась. И как раз в 70-е годы, начало 80-х годов, когда ясно, что Советский Союз все более стремительно отстает от Запада. И это уже, так сказать, угрожало советским интересам и в оборонной сфере, и вообще уровень жизни и так далее сильно затрагивало. То есть, Брежневе СССР перестал быть конкурентно способным, вы считаете, как империя? Да, только и дело. Потому что это все время, Советский Союз со временем, начало своего существования, все время была проблема гонки, состязания с западным миром. В разных правителях это решалось разными способами. При Сталине при помощи репрессий в основном, при Хрущеве при помощи различных, ну, весьма таких продуманных, непродуманных реформ. При Брежневе, так сказать, при минимуме реформ, при сохранении стабильности и так далее. Это, но в то же время основная проблема эффективности строя, как социального строя, так и экономического строя, она не была решена никогда. Проблемы существовали всегда. То есть, реформы не могли бы помочь Брежневу? Ну, во всяком случае, система оказалась, она отвергала реформы. Были правы. Косыгинская реформа, да. Косыгинская реформа, экономическая. Было 79-го года реформы и так далее. Были какие-то попытки, но они всегда пресекались. Потому что номенклатура чувствовала, и, наверное, где-то так, она вполне интуитивно чувствовала, что если только начнется реформы, все рухнет. И так оно и случилось. То есть, Брежнев не управлял Советским Союзом, де-факто? Он управлял, он управлял, конечно, он управлял. Это была вертикальная система, все в конце концов смыкалось на Брежнева, но он был человек, который умел делегировать власть. Но в то же время, чем он занимался, это в основном кадровыми вопросами. То есть, людей он сам выбирал, ставил на места и так далее, и умел ими управлять. Естественно, в этом смысле он, конечно, управлял Советским Союзом, но в каком-то мере он очень сильно зависел также от своего окружения. Юрий, как оценивается роль Леонида Брежнева в мировой латвийской истории? Ну, я уже, панирую тому, что уже было сказано, значит, было сказано, что Латвия развивалась так же, как и Советский Союз. Не так. Латвия развивалась многократно быстрее. То есть, в Латвию здесь скачивались огромные деньги. Я вот себя помню, родился я еще при Никите Сергеевиче, когда Леонид Ильич пришел, мне уже было 8 лет. Вот. Я помню, значит, конец 60-х, начало 70-х годов в Латвии. Вот такой отложилось в памяти. И я, моя родня живет в Руине. Так вот, в Руине он втобус из Риги шел 6,5 часов. Так, на минуточку. 150 километров. Он что, шел 6,5 часов. Почему? А потому что асфальт заканчивался за Цессисом. То есть, это, и то это была одна из самых длинных асфальтированных дорог в Латвии. То есть, за Цессисом заканчивался асфальт. А дальше, километров 70, в Алмировой, тогда, если было не 70, а 90, была петлючая такая дорога, которая у нас сейчас, ну, и дачным поселкам, и то лучше. То есть, вот автобус по ней полосся с грозой 20 километров, сейчас стуча на кочках. И, в основном, точно так же. Допустим, во время Брежнева, так, на минуточку, была построена Рижская ГЭС, была построена Плявинская ГЭС, была радикально реконструирована Итегумская ГЭС, построена вторая очередь. То есть, Латвия из страны, в которой, ну, электричество хватает только на лампочку в комнате, превратилась в такого мощного производителя. И это заслуга Брежнева, вы считаете? Ну, подождите, мы говорим об эффективности строя. То есть, эффективность строя для развития отсталых окраин, коей была Латвия. Вот, давайте все-таки посмотрим, что была Германия и была Латвия, там, до 40-го года. Аграрная отсталая Латвия, мощная промышленная Германия. То есть, Латвия по уровню развития инфраструктуры, промышленности, образования, медицины, вышла на уровень так серьезных мировых лидеров, так сказать, на душу населения. В это время остальной Советский Союз, я бывал в те времена в Советской, там, в Туркмении. Ну, это ребята, это люди ездили на ослах. Ну, хорошо, но внук Брежнева говорит о том, что к Латвии Брежнев никакое привилегированное и какое-то такое особое отношение не испытывал. То есть, Латвия развивалась, Литва и Эстония, так же, как развивали все остальные республики Советского Союза. Ровно столько же им выделяли пропорционально. Он же сам сказал в интервью, что в Латвии он не был в те времена, и вообще Латвия он мало знает. Ну, хорошо, он знает своего дедушку, он был достаточно взрослым. Ну, дедушка, может быть, и не вставал с криком «Латвия!» каждое утро, и не ложился со вздохом «О, моя Латвия!» каждый вечер. Но дедушка активно, весь советский аппарат активно вкачивал в Прибалтику инвестиции. Вот давайте посмотрим. Я перед этим поискал цифры, к сожалению, не нашел в той книге. За Брежневское время было примерно построено около 2000 километров дорог. Сколько построено за время на 5 лет больше, чем правил Брежнев в современной Латвии? 30 километров. Дайна, как считаете? Согласна с этим? Ну, я должна сильно панировать, во-первых, что такое Латвия была отсталой, аграрной страной. Ну, если сравнить уровень урбанизации к 40-му году, то Латвия, он был несколько выше, чем в Советском Союзе, кстати. И отсталость была относительной. Конечно, по сравнению с Германией или с Францией, это была сравнительно экономически отсталая страна. По сравнению с Советским Союзом не так уж отсталая. И дело в том, что если посмотреть, как развивалась экономика, то 50-е годы, 60-е годы Латвия сохраняла, так же, как остальные прибалтийские республики, особенно Латвия и Эстония, она сохраняла некоторое преимущество по сравнению с Советским Союзом. Как раз в 70-е годы видно, что она сильно интегрируется в советскую экономику. И темпы роста, они снижаются, к сожалению. И это чувствовалось во всем, кстати, если вы помните в те времена, допустим, обеспеченность товарами широкого потребления и так далее. Какие именно времена вы имеете в виду? И 70-е годы, допустим. 70-е или 80-е? Ой, в 70-х годах я приехал в 70-м году сюда, в сытой, благословенной Кубани. Я поразился обилию рижских магазинов. Я просто поразился. Это было по сравнению с... Это не какая-то там новгородская... Да, но по сравнению с тем, как люди здесь жили в 50-х, 60-х годах, по сравнению, допустим, с той же Рязанской областью или с какой-то. Это, так сказать, эта разница уменьшалась. И уменьшалась весьма чувствительно. Кстати, в 70-х годах я, например, поехала в Мурманскую область, Кировскую, да. Там все было по карточкам, но там было все в магазинах. А у нас уже ничего не было в конце 70-х годов. Так что все было весьма относительно. Но, если вы говорите, вот большие ГЭС и так далее, проблема Советского Союза как раз была в том, что была нацеленность на большие стройки, вот большие заводы огромные и так далее. Такая индустриализация. Да, индустриализация. А начиная со второй половины 70-х годов и 80-х годов, мировая тенденция была к тому, что уже, так сказать, этот путь развития, он был тупиковый. Да побойтесь бога, на БМВ работает несколько миллионов человек в концерне. Где же тупиковый-то вы нашли? А информационные технологии. А что, а в Гугле, а сколько в Гугле работает вот информационные технологии, знаете? Ну, все равно. 200 тысяч, 200 тысяч, это только в центральном офисе, плюс еще отдельное. Да. 200 тысяч, а вы говорите снижение. Это вам как кажется? Да, а что, ну, допустим, ну, хорошо, допустим, если бы Советский Союз продолжал существовать, в Советском Союзе выпускались бы мобильные телефоны? Конечно. ВЭФ был готов. С антенной, знаете, такие большие. Подождите, подождите. Когда, когда Нокия начала запускать свои мобильные телефоны, у них не было ничего для этого, а ВЭФ у нас целый был. Ну, у них была конкуренция. А в Советском Союзе, если выпускают одну модель, то выпускали 20-30 лет. Ну, в принципе, мобильные телефоны, кстати, забрали в Советском Союзе. Да, кстати, так, на минуточку, да, если на то пошло. Подождите, ну, давайте о Советском Союзе. То есть, вот на каких космических кораблях сейчас летает космос? На тех, которые придумали при Брежневе? Буран ушел, отстал. То есть, на Буране погибло космонавтов, на Буране погибло космонавтов. В три раза больше, чем за всю историю космонавтики Советского Союза. Так он один раз летал. На одном Буране, не на Буране, вернее, на Шаттле, простите, простите, оговорился. На Шаттле погибло космонавтов. Шаттле уже списан в утиль, а те корабли, которые придумали прибрежневые, до сих пор летать, весь мир пользуются. А вы говорите, ах, Советский Союз был отсталым. Я не говорю, что Советский Союз был отсталым. Я говорю о том, что Советский Союз развивался неэффективно. Его экономика и эта неэффективность, которая в 50-х, 60-х годах это не так уж чувствовала. Сказалось, ну, как Хрущев хотел, да. Больше чугуна, больше яиц, больше зерна. И мы обгоним и перегоним Советский Союз. А со второй половины 70-х годов этот путь развития, он уже, так сказать, он вел тупик. Не даром. В 80-х годах было совершенно явно, что, допустим, по числю компьютеров и так далее, что Советский Союз отстает и отстает все больше и больше. И это было определенное, конечно, издержки, что касается космической гонки, что касается гонки вооружений и так далее. И, ну, не будем говорить о внешнеполитических проблемах, которые закопились в брежневские времена. Ну, тут я, пожалуй, соглашусь. Конец 70-х, начало 80-х. Воспользуя ситуацией. Был ли эти пятилетка стагнации, когда действительно он встал, тут я, пожалуй, с вами соглашусь. Но до этого было дело настолько, дай бог, Латвии за 100 лет столько построили. Давайте, да, я все-таки телефон на прямого эфира, подключим наших радиослушателей. Может быть, им тоже есть что вспомнить о временах Брежнева. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните, пишите нам дальше в видеочате. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я хочу коротко, господа. Все-таки все, что сейчас, о чем идет речь, упирается в одно. Я как историк по образованию и как латвийка, коренная в третьем поколении, вы знаете, упирается все-таки в одно. Если взглядом, как говорится, с космоса, образно говоря, вы, Вадим, меня не отключаетесь, в природу власти. Власть, она имеет в свою основу политическую волю и экономическую силу. Да, политическая воля была на том потенциале, на той идеологии. Но идеология, она же тоже упирается в природу человеческую. Как говорится, а человеческая природа слаба. И поэтому, действительно, Леонид Брежнев был силен в самом начале. Но его очень хорошо, как говорится, использовали его порочные стороны, его характера, его личности. И начали им манипулировать. И вот тогда, в то время, очень хорошо зашла и стала дальше набирать силу мафия. И она стала экономической основой дальнейшего политического вектора СССР. А мы прекрасно помним. И вы, наверное, господин Алексеев, помните, что кроме рубля у нас была стабильная валюта какая, в которой ходила дефицит. Пожалуйста, все, что угодно. Продукты, хорошие вещи через бонный магазин. Дефицит. И вот на дефиците-то взошла мафия. Спасибо. Дефицит. Да, вот мне очень понравилось. Стабильная валюта, дефицит. Это правда. Да, вот, кстати, прибрежно. Но можно еще, кажется, на двух этапах. То есть, когда Леонид Ильич был молод, силеный, принимал какое-то участие непосредственное в управлении. И тогда, когда он уже на пуне были управлены на здоровье, он, словно, употреблял лекарствами и находился под сильным влиянием своего окружения. Ну, не знаю даже. Конечно, есть разница в том. Но, в принципе, установка его личности и его, так сказать, того, как он видел себя как главу государства, все-таки установки-то не менялись, в принципе. Он установил систему, причем он был неплохим руководителем в том смысле, что он умел делегировать полномочия. То есть, люди, которые исполняли его, так сказать, политику, они были достаточно, так сказать, надежными и стабильными. То есть, он не боялся делиться в Латвию. Почему за 18 лет он так и не приехал в Латвию, как вы думаете? Или он надеялся на Арвида Яныча Августа Эдуардовича и Провича? Ну, кстати, вот это тоже исходит, по-моему, из его политики. То есть, здесь было все стабильно, более-менее спокойно. Ничего такого не происходило экстраординарного по сравнению с другими районами, допустим, с Северным Кавказом, где там были всякие, там, с Грузией и так далее. С Сидиджаном у него, кстати, были связи. И так что, в принципе, там, здесь, так сказать, ВОЗ, Пейши, они гарантировали определенную стабильность. Ну, может, еще потому, как южанин, он любил отдыхать на юге, в тепле, в том же Крыму, а ему, как бы, тут, может, холодно у нас было. Да, вот Косыгин любил здесь, вроде бы, отдыхать. Косыгин любил здесь, Косыгин любил в Финляндии отдыхать, он сам из Питера, он как бы к северу ему был ближе. Но, с другой стороны, с другой стороны, наверное, и то, что, вот я довольно много думаю об этом вопросе. И недавно я перечитывала, например, дневники Черняева, помощника Горбачева, который вообще в Близневские времена тоже в ЦК работал, и другие материалы. Есть такое ощущение, что в Москве, в принципе, мало думали о Прибалтике вообще. Прибалтику воспринимали, ну, не знаю как. Была некоторая внешнеполитическая проблема с тем, что они признавали инкорпорации в Советский Союз. Была, так сказать, да, как витрина Советского Союза определенная. Внешняя граница. Да, внешняя граница, то есть военные там вопросы и так далее, но не воспринималась как проблема, которую, в принципе, нужно как-то решать. Ну, что, воспринималась, что есть какая-то специфика. И эта специфика, так сказать, ну, она была, но на Прибалтику как будто бы не обращали особенно много внимания. У меня все время такое ощущение, то есть обращали, но секторально, по каким-то поводам. То есть местные жители не представляли проблем для центральной власти? Она не думала о них особенно, они не воспринимали их как проблем. Ну, значит, не думала, то странно как-то, что, значит, не думали, если сюда лились огромные инвестиции со всего Советского Союза? Ну, как и в другие республики. Почему другие? Кстати. Вы Средней Азии были в 70-е, 80-е годы? Ну, кстати, если говорить об индустрии... Вот сейчас, это сытые страны, вот Туркмения, там на 4 миллиона населения, нефти и газа столько, столько в Эмиратах нету. Там сейчас стоят дворцы, это второй Дубай. Но я был в Ашхабаде, но стоит отъехать от Ашхабада, и мы увидим реальную Туркмению, в принципе, с покосившимися пятиэтажками. Отъехать от Ашхабада ты ничего не увидишь, потому что там пустыня Каракум, там никого нет, там сотнями километров пасутся верблюды, и то на 1 квадратный километр по одному верблюду. Там всё население сконцентрировано в узкой полоске Каспийского моря, где мы тоже, кстати, были, и в этом Ашхабаде. Так вот, что было там 20-30 лет назад, и в сравнении с сейчас, то есть страна богатая, из Туркмении качали нефть и газ, и вливали в республику типа Прибалтики. Но зачем Советскому Союзу была Прибалтика, на ваш взгляд? Но, кстати, об огромных инвестициях. Если мы посмотрим статистику, то до середины 80-х годов Латвия платила всесоюзный фонд, перечисляла больше средств, получала обратно. Ой, я читал эту лукавую статистику. Эта статистика лукавая-прилукавая. В том, что получала обратно, не учтены, допустим, электростанции, не учтены дороги союзного значения, потому что это считалось, это вложение Советского Союза. То есть Пляминскую и Туркмическую ГЭС строили не Латвия, а СССР строили, и бюджет шел из бюджета СССР. То есть я эту статистику читал. Это очень хитро. Это очень хитро. Давайте продолжим следующим. Не, 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 не. Вот эти не учтены, кстати. Юрий, Юрий, мы у нас новости реклама. Сейчас прервемся, потом продолжим и вернемся к этому вопросу. Я напомню, что у нас Даяна Блэйр, эксперт, и Юрий Алексеев, журналист, историк, Даяна, простите, неправильно представил. И Юрий Алексеев, журналист. Говорим мы сегодня о роли Леонида Ильича Брежнева. Не переключайте, мы скоро вернемся. Все самое важное под рукой. Наглядно, доступно, подвижно, основательно. Полный обзор окружающих событий. Современное динамичное телевидение. Профессиональные выпуски новостей. Ну, мы продолжаем эту программу «Разворот». Сегодня мы говорим о роли Леонида Ильича Брежнева в латвийской мировой истории. Я напомню, что в первой части нашей программы мы прослушали эксклюзивное интервью со внуком Леонида Брежнева, Андреем. А сейчас вместе с историком Дайной Блэйр и журналистом Юрием Алексеевым пытаемся разобраться, какой была брежневская эпоха для Латвии и для мира. В студии Михаил Губин. Вадим Родионов. И Евгений Копеин, звукорежиссер, нам помогает. И я напомню, все каналы связи. Присоединяйтесь, высказывайте свое мнение. Наверное, я могу предположить, что вам тоже есть что сказать о брежневском периоде. Звоните, 672-12-93-9, 672-13-93-9. А вот я посмотрел, значит, наш самый известный латвийский диссидент, символ борьбы, сопротивления, оккупации, Буна Растера. Он первый раз осужден был в 61-м году, то есть при Хрущеве, а второй раз в 83-м, то есть при Андропове. То есть можно ли говорить о том, что брежневский период был очень спокойным, золотым с точки зрения какого-то отсутствия репрессий, каких-то там борьбы с диссидентами, именно вот что касается в Латвии? То есть времена относительно вегетарианские, да? Да, да, как говорила Ахматова. В каком-то смысле да, хотя в принципе, по сравнению с хрущевскими временами, допустим, например, положение политических заключенных в лагерях, при Брежневе как раз гайки были сильно закручены. Если при Брежневе были некоторые послабления, что касается писем и режима в лагерях и так далее, то при Брежневе это довольно сильно закручивалось. Но с другой стороны, конечно, при Брежневе как-то таких, вот в 83-й год при Андропове довольно многих посадили или хотели посадить. Ну, такой был короткий период. Да, была такая короткая волна опять репрессий. При Брежневе более-менее вот старались не допускать, ну, то есть иногда единиц сажали, но в основном, так сказать, проводили так называемую профилактику, старались каким-то образом, так сказать, затюшевать, ну, какие-то проявления диссидентства и так далее. Давайте примем звонок. Я могу добавить. Да, давайте звонок, Юрий, а потом мы дадим вам слово. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я как раз родился, как бы вырос в Брежневское время, и вот я хотел сказать, что мне кажется, что сейчас, вот в частности, вот Иши, не признают заслуги того времени, потому что они действительно были большие для того, чтобы не показывать, что сейчас у нас вообще ничего нет по сравнению с тем временем. И тогда, посмотрите, в Латвии была самая лучшая электронная промышленность, в Латвии на космос сколько было заводов, на любом можно было пойти предприятие, везде было требуется, требуется, требуется. Я закончил институт, когда за три года на нас драка была специалистов молодых забрать. А сейчас они никому не нужны, они заканчивают эти вышки и на улице сидят, не нужны никому вообще. Спасибо. Да, наверное, вопрос к вам. Насколько справедлив упрек радиослушателю? Не ценим то, что имели? Или ценим? Да, все работали. Но с другой стороны, как в предыдущем звонке было сказано, дефицит, ничего не было вообще. Было очень трудно купить. Тот же самый, конечно, допустим, я хорошо помню, я купила проигрыватель радиотехники, кстати. И когда я училась в Ленинграде, там была какая-то моя, ну, по комнате девушка, с которой я вместе жила, купила какого-то русского завода, там, российского завода проигрыватель, который там сломался уже там в первые две недели, да. Конечно, риск продукции была лучше, но если мы сравниваем, допустим, там тот же самый ВЭФ-2001, или как был? Один, два, и так далее. Там была своя линейка. Допустим, радиоаппараты СОН, которые в то же время выпускались и так далее, то, скажем прямо, мы проигрывали. А если мы сравним 80-е годы аппараты ВЭФ и аппараты САМСУНГ, то я могу 100% как радиоинженер, который лично занимался этим сравнением, сказать, что САМСУНГ был барахло, а радиоаппараты ВЭФ были хороши. Но САМСУНГ за это время вырос. А Нокия в то время выпускала гамгоши и резиновые шланги, то есть, а лучший товар Нокия, это был резиновая шипованная покрышка Хаккопелитса. А сейчас что тут, понимаете? Видите, мы как-то говорим, что Брежневский период, это же всего 18 лет, а современно Ватвии уже 22 года. То есть, где три электростанции построенных, гидроэлектростанции, где дороги 2000 километров? По идее, если мы развивались за эти 22 года, независимо от Ватвии так же, как развивались при Брежневе, значит, должны быть хайвэи, мы должны уже быть скоростная железная дорога до Владивостока и до Лиссабона, у нас должны быть здесь, ну, Америка. Ну, хорошо, а где оно? Объекты большие, смотрите, Брежневый мост, национальный дизайнер. Да, ну, построили, Оргарский комбинат и так далее, ну, построили много больших объектов. Ну, и что? А что? Вы взяли, да распилилили на металлолом? Да, но почему? Почему все это развалилось тогда? Нет, это не развалилось, ее развалили, давайте, само не развалилось. То есть, активно разваливали, я прекрасно помню, как мы пытались приватизировать в конструкторском бюро приборы, точнейшие электронные приборы, которыми мы делали спутниковые тюнеры, тогда, значит, в конце 80-х это был писк моды. То есть, мы пытались их купить, приватизировать, нам не дали. Кстати, кто не дал? Народный фронт не дал. Ни Брежнев, Брежневу это уже 10 лет как не было. Народный фронт не дал. Нет, скажи, мы это не отдадим, мы будем в частные руки. После этого они взяли и все эти штуки сдали на металлолом. Ну, как же это имеет отношение к Брежневу? Кстати, о трех электростанциях. Все в сравнении, да. Те, Комус, построили при Умонесе, да, начали строить. Ой, 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 ой. Плевенес начали строить в Крущеве, кстати. 45 мегаватт. 45 мегаватт, это можно в Крущеве строить. Это для освещения пунктов. Плевенес, скажи, Даня, потом мы дадим вам слово. Да, Даня, пожалуйста, говорите. Но в том-то и дело, опять же, да, это большие проекты, большие заводы, большие мощности, денег вложено очень много. В то же время на заводе, допустим, в вагонном заводе, да, там были, или на ВЕФ тоже было еще оборудование, которое с военных времен работало, да. Я сама работала в начале 60-х, в начале 70-х годов на телефонной станции, в которой было оборудование, построенное в 1940 году. Проблема была не в том, что не было промышленности и так далее. Проблема была в том, что очень много было старого оборудования, была большая неэффективность. И да, все имели работу и все работали, но как они работали? И перед Брежневым как раз мы видим, что то, что называется рабочей этикой, этикой и так далее, это все разваливается. Люди все больше бегают по магазинам, ищут дефицит, халтурят и так далее. И все меньше вообще, в принципе, эффективность работы падает. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Все самое важное под рукой Наглядно, доступно, подвижно, основательно Полный обзор окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей Ну а мы вернулись в эфир. Некоторое время мы отсутствовали, и наши радиослушатели в это время активно писали в видеочате. В частности, писали, была бы сейчас аппаратура брежневских времен, все было бы слышно. Правда, в радиоточке и со страшным скрипом и скрежетом. А другой наш радиослушатель пишет о том, что это духа Брежнева не выдержал. Мы вернулись. Об экономике, но я хочу сказать, что лично, может быть, негативного в конце брежневского периода все-таки властвовал некий дух общественного цинизма в обществе. Никто ничего не верил, смеялись, рассказывали анекдоты, авторитетом власти не пользовались. Того же Брежнева, как только над ним не издевались в народном олове, как только они его изображали. Мелкие политические деятели эпохи Пугашова. Все это очень способствовало, и числее, я думаю, что это было и тем, почему никто, собственно, не вышел защищать советскую власть, когда она рухнула. Потому что люди не верили ни партии коммунистической, ни советской власти, ничего, все уже над ним поиздевались. И авторитет упал, как говорится, ниже Плинтуса. Это вот как бы такое свойство системы. Я думаю, этому способствовал и Леонид Ильич своим. Михаил, давайте все-таки сейчас я начну, можно так, мне не достается слова никак. Видите, Михаил, что значит издевались? Ну, посмотрите сейчас современные американские чаты, сколько людей издевается над Обамой. Да там анекдотов про него ходят, прежнего не снилось столько анекдотов. Ну и что, это говорит, между прочим, не о том, что мы можем пошутить над своим руководителем, не о том... А вот над Путиным не шутят сейчас. Здрасте. Здрасте. Ну, там же Обама это шутит, так там и сейчас шутят, можем нашутить над Домбровским, но никто за это ничего не будет. А тогда, извините меня, эти шутки быть черепаты. Да ладно, Гнать, ну, когда при Брежневе анекдот рассказывали все, рассказывали что-то не со сцены, и... Ну, короче, который Сергей Целянин пострадал за анекдот. Ну, во-первых, страх-то был все-таки. То есть, было немного таких открытых политических репрессий, но страх-то сохранился вообще, в принципе, с одной стороны. С другой стороны, конечно, пошло уже такое размывание, размывание вообще этой идеологической основы. Если в Хрущевские времена еще люди верили, были там в Россию шестьдесятники и так далее, которые верили в социалистический проект, то в Брежневские времена вот этот цинизм стал с собой, прагматизм, цинизм стал все больше господствовать, и люди все меньше верили, они просто, они где-то уходили вообще. Государство было в одном русле шло, а люди, их частная жизнь и так далее, она уже пошла под другим руслом. То есть, развал Советского Союза начался именно в Брежневский период, вот эта вот сила, которая потом... Да, он все время разваливался, но в Брежневские времена, конечно, вот как раз этот период, где-то начиная с 75-го года до начала 80-х годов, это тот период, когда этот процесс ускорился и стал неотвратимым. Неотвратимым. Если говорить, мы можем думать что угодно о Горбачеве, но ясно было, когда Горбачев пришел к власти, уже во времена Андропова и во времена Черненко, что все ждали каких-то перемен, что что-то должно произойти, что в принципе так дальше жить нельзя. И Горбачев пришел на этой волне. То есть, Горбачев не хотел разваливать социализм, он тоже хотел реформировать его самыми благими намерениями. Ну, его попытка провалилась, и вопрос в том, что вообще можно ли было социализм реформировать. Попытка во времена Брежнева скорее показывает, что лучше было не трогать. Это была политика Брежнева, не трогать ничего, чтобы все развивалось как есть. Но это развитие как есть, оно привело к закату. И очень коротко, премиум, еще один звонок и завершим нашу программу сегодня. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я хотел бы напомнить госпожу историку о современнике Брежнева, господине Ричарде Никсоне, который в 1971 году объявил дефолт по американской валюте. И что в 1970 году западные миры сотрясали грандиозные экономические кризисы. В том числе был поставлен крест на Брежневской системе. И, соответственно, хватало только щелчка от Советского Союза, чтобы вся западная система повалилась. Но щелчок не был дан. Почему? Потому что в самой системе СССР была так называемая структура КГБ, которая и разваливала методично десятилетиями со времен Хрущева Советский Союз. Читайте книгу КГБ против СССР хотя бы. Спасибо. Давайте, наверное, подведем итог нашей программы. Юрий, вот 10 секунд попробуем. Если мой оппонент говорит, что Советский Союз разваливался, стагнировал и падался со времен позднего Брежнева, в конце 75-го года. Ну, я это приму только в том случае, если мы скажем так, что и Латвия продолжает этот путь развала, стагнирования и экономического окраста. Заветом Брежнева-Верной. Заветом позднего Брежнева пути, Латвия продолжила так замечательной, так самой, линией. Дай, на 10 секунд Брежнева. Это совершенно другой строй. Это совершенно другой строй, другая и политическая, и экономическая система, и, так сказать, экстраполяция в таком плане, по-моему, неправомерно просто. Ну, Брежнев, все-таки, если подвести итог, он был какой политической фигурой? И для Латвии он сделал больше вреда, принес больше пользы? Даже не знаю. Противоречивый, да? Да, собственно говоря, я не знаю, что такое... То есть, вопрос даже не об этом, вопрос, спор, который у нас с оппонентом происходит, собственно говоря, по сути о том, было пребывание в составе Советского Союза благотворным для Латвии или нет. Брежнева – это только этап в этом споре. Небольшой этап. Ну что ж, на этом мы подведем итог сегодня нашей программы. Звукорежиссер показывает, что пора заканчивать. Дайна Блэйра и Юрий Алексеев были гостями нашей программы, посвященной Леониду Ильичу Брежневу. Эфир провели Михаил Губин и звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо нашим гостям. Всего доброго и до свидания. Спасибо. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал. Все самое важное под рукой. Наглядно, доступно, подвижно, основательно. Полный обзор окружающих событий. Современное динамичное телевидение. Профессиональные выпуски новостей.